Круизный теплоход «Александр Бенуа» – один из шести российских речных пассажирских кораблей с наивысшим уровнем комфортабельности. Это трехполубное судно дизеля электроходного класса относится к проекту 2637 МОЛ 1575 «Октябрьская революция». Построен в 1960 году в городе на судостроительном заводе «Народний подник Шкода», Чехословакия, Камарна. Спущен на воду и введен в эксплуатацию на верфи Словенск-Ладенис-Камарна. До 2005 города теплоход носил название «Свердлов», нынешнее название получил после работ по модернизации, проводившихся с 2004 до 2005 города за 50 лет сменил три порта приписки, с 1960 до 1994 года в Горьком, с 1994 до 2010 года в Нижнем Новгороде, с 2010 года в Москве. Основные маршруты пролегают по Волжскому пути. Это единственный из трехполубных судов, совершивших заход в Усть-Исуры, в 2015 году. Владелец ООО «Речные круизы» – компания-оператор «Инфофлот». Подробная информация, наличие свободных мест, онлайн-заказ билетов, касающиеся теплохода «Александр Бенуа», на сайте «Инфофлота» booking.infoflot.com касая черта «Бенуа». Теплоход «Александр Бенуа» занимает третье место в рейтинге среди всех российских речных круизных судов-пансионатов. Для рейтинга учитываются пассажировместимость, уровень комфортабельности, качество обслуживания, количество предлагаемых услуг на борту. По техническим характеристикам он превосходит даже четырехпалубные теплоходы «Речфлота». При длине 96,3 метра, ширине 14,9 метра, и водоизмещении 1710 тонн имеет минимальную осадку – 2,5 метра, что важно для кораблей речного типа. Развивает хорошую скорость хода – в среднем 26,5 километров в час, 14 узлов, что достигается за счет трехвинтового двигателя с дизель-электрическим приводом мощностью 1575 литров с КВТ. Обслуживается команда из 50 человек. Всего на теплоходе имеется 68 кают с увеличенной площадью, рассчитанные на 110 пассажиров. Все они имеют класс повышенной комфортности, оснащены необходимыми удобствами и разделены по 9 категориям. Среди культурных заведений – два ресторана вместимостью на 80 и 60 посетителей, два бара с Wi-Fi. К услугам пассажиров – просторный конференц-зал, 140 мест, фитнес-центр, панорамный салон для отдыха, бассейн, медпункт, солярий, обустроенный на верхней палубе. Для приобретения необходимых вещей, что могут понадобиться во время круиза, предусмотрен магазин, сувенирная лавка, работает пункт проката. Среди развлекательных заведений выделяется ночной клуб с дискотекой и караоке-баром. Теплоход Александр Фадеев каюты класса «Полулюкос» представлены тремя вариантами – одноместные, двухместные и трехместные. Оборудованы всем необходимым для удобства и комфорта. Подразделяются на 9 категорий, наиболее многочисленны каюты, принадлежащие к категории А2+, 2, их 21. Просторные, предназначенные для двухместного размещения. Среди удобств – санузел, кондиционер, вещевой шкаф, телевизор, холодильник, телефон с линией для внутренней связи. В каюте два одноместные кровати с пледами для каждого пассажира. Оборудованы иллюминаторами. Второе место по количеству занимают каюты категории А2+, 3, 16. Они двухместные, с двумя односпальными кроватями. По удобству и обстановке ничем не отличаются от предыдущих санузлы, кондиционеры, холодильники, шкафы, телевидение и телефоны. Оснащены иллюминаторами. Каюты категории А2+, Ай, 9. Только одна из них отличается от остальных дополнительным местом. Вместо иллюминаторов в них установлены окна. Пять кают категории А1, Ай, отличаются от всех предыдущих одноместным размещением, они все с односпальной кроватью и стандартным набором удобств. Источником естественного света служит иллюминатор. Четыре каюты, принадлежащие к категории А3Н. Они рассчитаны на троих пассажиров, кроме спальных мест, два одноместные кровати, одна из которых двухъярусная, никаких отличий от предыдущих. Оснащены иллюминаторами. Две каюты категории ПК. Более комфортные, двухместного типа, где кроме привычных удобств, санузел, телевизор и прочее, есть столик и неучтенное место для размещения. Дополнительно каждому пассажиру предоставляется банный халат, пара тапок, столовые принадлежности, посуда и приборы. Обзорные окна вместо иллюминаторов. Наиболее комфортабельные каюты категории – полулюкос. Они двухместные, в них по двум кровати, двуспальная и односпальная плюс дополнительное место. Кроме привычной обстановки, также есть сейф и обеденный стол. Дополнительно пассажирам предоставляется халат, тапки, наборы для бритья и столовых принадлежностей. Можно воспользоваться кофемашиной и мини-баром, услуга подразумевает дополнительную оплату. Некоторые из кают с окнами. Каюты, принадлежащие к категории А1, 2, отличаются комфортабельностью, их всего два. Они одноместные, в каждой одна односпальная кровать, стандартные удобства – обзорные окна вместо иллюминаторов. Каюта А2Н только одна, она двухместная и оснащена стандартным набором удобств. Дополнительная информация. В большинстве кают для пассажиров с младенцами устанавливают детскую кроватку. Теплоход Александр Радищев услуги отличаются разнообразием и сопровождаются прекрасным обслуживанием, выраженным в предоставлении возможностей для увлекательного времяпрепровождения, приносящего и пользу для здоровья. На борту – Александра Бенуа, можно найти все для поддержания физической формы, спецплатформы для упражнений, широкий ассортимент спортивных снарядов. Предоставляется возможность заниматься йогой и медитировать. Присутствие профессиональных инструкторов – непременные условия даже групповых утренних зарядок. Развлечения курирует специальная арт-группа, занимающаяся организацией концертных и увеселительных программ, вечеринок. К услугам самых юных пассажиров – аниматор, проводящий уроки рисования, игровые конкурсы, квесты и репетиции гала-концертов. В местах стоянок персонал теплохода проводит для пассажиров экскурсии по историческим местам. В числе таких услуг и консультации директора круиза, перед стоянкой рассказывающего о самых интересных для посещения местах. Для любителей тихого отдыха, предпочитающих спокойствие, предназначен салон отдыха. В нем открыта библиотека с богатым собранием художественной и прикладной литературы. В ней также представлены и периодические издания на любую тематику, новости, мода, рукоделье и тому подобное. Каждое утро туристам предлагают на выбор чай или кофе, с различными кондитерскими изделиями. Подают их в баре или на палубе. Основные услуги, включенные в оплату тура, размещение в каюте определенной категории, ресторанное питание, интересные экскурсии в местах стоянок и все виды развлекательных мероприятий. Дополнительно бесплатно предоставляются комплект настольных игр, спортивный инвентарь, коврики для занятия йогой, энергетические коктейли и фито-чай, посещение библиотеки, подключение к Wi-Fi. Теплоход Александр Невский дополнительно оплачивающиеся предложения и услуги, не входящие в стоимость путевки, индивидуальное оформление кают, прокат оптических средств и пляжных принадлежностей, праздничные мероприятия на заказ, создание специальных условий для размещения ребенка, съемка памятных фото и видеороликов, дополнительные экскурсии по индивидуальному маршруту, посещение баров. Важно, в барах и ресторанах принимаются только банковские карты, наличного расчета на судне нет. На теплоходе «Александр Бенуа» предусмотрено трехразовое ресторанное питание. Два заведения «Романтика» и «Поэзия» способны одновременно вместить 140 туристов, при наличии максимально возможного количества 110 человек на борту. Меню на выбор пассажиров. В него входит «Завтрак легкий» и проходит по принципу «Шведского стола», предлагаются в основном кондитерские изделия, кексы, круассаны, пирожные и прочие сладости. Из напитков – кофе, чай, сок или морс, по желанию – бокал шампанского. В обед предлагается три блюда из трех вариантов – мясное, рыбное или вегетарианское. Обед состоит из горячего, салата и десерта. Из напитков – чай, сок, морс, вода. За отдельную плату подают спиртные напитки. Ужин состоит из двух блюд – комбинации мясных и овощных, а также десерта. К ужину бесплатно полагаются алкогольные напитки в умеренных дозах – водка или вино на выбор. Обратите внимание, праздничный капитанский ужин с шампанским и усиленным меню возможен, только если круиз длится не меньше четырех дней. На борту теплохода есть медицинский пункт, но серьезных услуг в нем не предоставляется. Максимум – обработка и перевязка ран, полученных в результате несчастного случая. Помощь при проблемах с пищеварением, головной боли или аллергических реакциях организма. В более серьезных ситуациях потребуется прервать круиз и сходить на берег. Расписание рейсов и наличие билетов лучше заранее уточнять на официальном сайте, инфофлота. Схема наиболее популярных маршрутов в 2018 году – направление круиза отправление прибытия на ВГЦ, дни июль Москва, Углич, Москва 20,7, 201,822,7, 20183, Москва, Самара, Елабуга, Москва 29,7, 201,810,8, 201,813, Нижний Новгород, Москва 0,7, 0,8, 201,810,8, 20184, Москва, Астрахань, Москва 13,8, 201,831,8, 201,819, Москва, Калязин, Москва 31,8, 201,802,9, 20183, Сентябрь, Москва, Кострома, Москва 0,9,09, 201,814,9, 20186, Москва, Тверь, Москва 21,9, 201,823,9, 20183, Москва, Плес, Москва 23,9, 201,828,9, 20186, Октябрь, Москва, Казань, Москва 0,5,10, 201,814,10, 201,810, круизный теплоход «Бенуа» – одно из самых популярных речных судов в России, туристам нравится его интерьер, после модернизации ставший современным, но сохранивший ритро стиль. Пассажиров также привлекают просторные, комфортабельные каюты и прекрасный сервис на борту. Интересны его маршруты с увлекательными экскурсиями и живописные виды Волжских берегов, сопровождающие в пути. Его называют самым привлекательным из «Речных Александров», «Теплоходов», «Пушкин», «Радищев», «Суворов», «Свешников», «Свирский». Субтитры создавал DimaTorzok